Нижний Тагил может занять достойное место на туристической карте России. В промышленном центре готовы встречать любителей зимнего отдыха и тех, кому нужна медпомощь мирового уровня по доступным ценам. Дарья Степанова обо всем подробнее. Собственный санузел, душ и умная кровать. Сразу и не скажешь, что это больничная палата. Владимир Куклин уверяет, все как в кино. После операции на колени он встал на ноги уже на второй день. А сама процедура оказалась совершенно не страшной. Ходят, люди спрашивают, как дела, условия великолепные. То есть то, что было раньше, скажем, лечь в больницу, это была проблема, это сразу накладывало какие-то ограничения. В клинике нет больничного запаха, а на стенах репродукция художников. Разместили картины с намеком. В отделении урологии три богатыря, как наглядный пример своевременного лечения. Этот центр – первый опыт государственно-частного партнерства. На строительство из области было выделено миллиард двести миллионов рублей. Еще в три раза больше деньги инвесторов. Оснащение на самом высоком уровне. Даже стены операционные оборудованы гаджетами. Для удобства врачей вмонтирован планшет. Не для игры, а исключительно на пользу. Регулировать дверьми, опускать, поднимать жалюзи. Ну и еще немаловажно. Основная функция – это регулировка температуры воздуха и влажности воздуха. Центр готов проводить больше четырех тысяч операций в год. Областной Минздрав выделяет тысячу квот для бесплатного лечения свердловчан. Но пустующих палат здесь не будет, говорят врачи. В планах превратить клинику в центр медицинского туризма. Имеется в виду просто, чтобы все жаждущие и страждущие в уральском регионе могли сюда приехать. Из других областей. Не только Севердловской области, которая присутствует практически в широком ассортименте. Размещение гостей для Нижнего Тагила скоро перестанет быть проблемой. Здесь возводят четырехзвездочный отель. Это пока здесь идет стройка, но уже к августу 2015 года подрядчик уверяет, набережная преобразится, а гостиничный комплекс будет готов принимать первых туристов. А здесь готовятся принимать целые предприятия. Территория химпарка Тагил – 150 гектаров и только 14 резидентов. Один из самых крупных предприятий – Уралхимпласт. Производит сырье для крупных уральских заводов. Пока в химпарке занята только треть всей мощности. У нас есть существенный резерв для того, чтобы локализовать здесь много еще производства. Более того, если мы говорим о глобальном уже развитии, то в перспективе у нас есть еще развитие в территории. Это 65 дополнительных гектаров земли. В прошлом году доходы химпредприятий в Нижнем Тагиле достигли 7 миллиардов рублей. Уникальные возможности парка будут демонстрировать участникам инопрома. Искать инвесторов будут и для туристической сферы. Гора Белая – один из привлекательных проектов. Принимают любители зимнего экстрима 8 месяцев в году. При этом склоны ничуть не хуже, чем в Австрии. Свежий воздух, шикарные виды. Трасса хорошо укатанная. Особенность этой горы в том, что здесь есть хорошие внетрассовые спуски. То есть у нас есть любители острых ощущений на стомбордах, на лыжах. Вот как раз где опоры подъемников и вот между ними. Планы по развитию горнолыжного курорта грандиозные. Это и новые сложные трассы, и открытие детской спортшколы. Осталось только привлечь инвесторов. И тогда поток туристов в Нижний Тагил пойдет по новым и разнообразным маршрутам. Дарья Степанова, Павел Гущин. События ОТВ.